В США говорят, что это будет тактическое ядерное оружие. Что это такое? Президент Франции Макрон последние полгода уже с десяток раз в телефонных разговорах уговаривал Путина сдаться. В 90-е годы прошлого века часто говорили о так называемых ядерных чемоданчиках. Об этом оружии намекал покойный генерал Александр Лебедь. А вот в США такой мини-рюкзак с мини-ядерным зарядом известен в версии для переноски в рюкзаки. Так сложилось исторически. У нас от будущего никогда не ждали пряник. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели канала «За углом». Тема номер один во всем западном мире – применение на полях специальной военной операции тактического ядерного оружия. Правда, я пока не понял, кто его может применить первым. Скоро я объясню вам мою непонятку, так что слушайте внимательно. Начнем с того, что после начала частичной военной мобилизации в России во всем мире усилилась нервозность, порой переходящая в панику. Ждут новые речи президента России. Она должна состояться сразу после обнародования результатов референдумов и голосования в Федеральном собрании России по включению новых четырех субъектов в состав Российской Федерации. При этом результат голосования в Федеральном собрании очевиден на 100%. Американское агентство «Блумберг» называет 29 сентября днем, когда Госдума и Совет Федерации могут принять такое решение. В тот же день, по логике, должна быть и речь президента России Владимира Путина перед членами Федерального собрания. Загадкой для западной публики остается лишь то, что еще скажет президент России после его заявления 19 сентября о применении любого типа оружия для защиты российской территории. На Западе однозначно решили, что он имел в виду в том числе и ядерное оружие. Это заставило значительную часть населения Западной Европы и США посмотреть на российско-украинский кризис совсем по-другому. С учетом опасности для самих себя, как это было во время Карибского кризиса 1962 года. Тогда советские ракеты с ядерной боевой частью были размещены на Кубе и могли поразить практически все восточное побережье Соединенных Штатов, включая столицу Вашингтон. Американская пресса обличала Хрущева и СССР своего привоза ядерного оружия на Кубу. Ни слова не говорили, что это был ответ на размещение ракет с ядерными боеголовками и дальностью стрельбы в 2000 километров в Турции. Так вот, в наши дни американская пресса пишет, что напряжение между Россией и США не в пример больше, чем во времена Карибского кризиса. Продолжу с напоминанием американской газеты Вашингтон-Пост. Это выдержка из оборонной доктрины России. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и или ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Это из оборонной доктрины Российской Федерации. Что характерно, в российских СМИ нет упоминания официальных лиц о планах применения ядерного оружия, чтобы одержать победу в конфликте. Да и все мы, признаться, уверены, что до ядерного оружия не дойдет. Если бы было не так, то едва ли стали проводить частичную мобилизацию и посылать в зону боевых действий дополнительно 300 тысяч военнослужащих. А вот на Западе только разговоров о почти решенном вопросе по использованию ядерного оружия. Указываются варианты его применения с нашей стороны. Первый. Взять на испуг. Для чего взорвать ядерный заряд в шахте на полигоне на Новой Земле? Или взорвать под водой ядерный заряд в Черном море вблизи Одессы или Николаева? Западные аналитики, которых не в пример больше наших, но компетенции которых часто вызывают сомнения, утверждают, что в Генштабе готовят оба варианта и применят их поочередно, чтобы у Киева было время признать поражение и капитулировать. Что совсем загадочно, американские журналисты якобы знают, как в России отдается команда на применение ядерного оружия. Вот послушайте, что пишет Вашингтон-Пост. У российского государства есть три ядерных чемоданчика, находящиеся у Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и у начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Аналитики говорят, что для приказа на задействование стратегических ядерных сил России нужно разрешение двух обладателей ядерных чемоданчиков. Откуда это взяли в Вашингтонской газете? Одному Богу известно. Но у граждан США и Западной Европы после таких подробностей началась истерика. При этом пребывают в крайнем возбуждении страхи не только американцы. Президент Франции Макрон последние полгода уже с десяток раз в телефонных разговорах уговаривал Путина сдаться. И когда тот вообще не стал говорить с Макароном, тот выступил недавно в ООН с криком «Всё пропало! Всё пропало!» Вот цитата из его выступления. Мол, Москва открыла путь для других актов аннексии сегодня в Европе, а завтра, возможно, и в Азии, и в Африке, или Латинской Америке. Помню, Трамп, будучи президентом, призывал захватить Луну, пока туда не прилетели русские. Но вернёмся к вероятности применения на Украинском театре специальной военной операции ядерного оружия. В США говорят, что это будет тактическое ядерное оружие. Что это такое? Тактические ядерные боеприпасы могут существовать в виде авиационных бомб, боевых частей оперативно-тактических ракет типа «Точка-У», артиллерийских снарядов, глубинных бомб, мин и торпед. Из ядерных держав оно отсутствует только у Великобритании. Было, но избавились. Про наше тактическое ядерное оружие известно мало, хотя говорят, что в этом типе вооружения мы не отставали никогда. Скорее наоборот. У американцев же, к примеру, имеются несколько сотен авиационных бомб Б-61 с зарядом в пределах одной килотонны. Хранят их в том числе в Германии. Есть снаряды калибра 155 мм для гаубиц, три топора, и вообще для всех гаубиц НАТО, в том числе 203 мм. Хоть сегодня стреляй. Но Украине этих гаубиц завезли достаточно. Для успокоения души надо заметить, что ядерный психоз в советское еще время был не чета нынешнему. К примеру, в ФРГ нарылись сеть колодцев для закладки ядерных фугасов вдоль автобанов. Их предполагалось взорвать, если советские танки покатят по автобанам в сторону Ла-Манша. Одним словом, этого добра у американцев и вообще стран-членов НАТО хватает. Что касается нас, то этот тип вооружения не подпадает ни под какие договоры и ограничения, поэтому о его количестве и типе неизвестно ничего. Разве что самые общие сведения. Это свободно падающие ядерные бомбы, сбрасываемые с самолетов, боевые части для оперативно-тактических крылатых ракет и противоракет системы ПРО. Вполне возможно есть ядерные глубинные бомбы и торпеды. В 90-е годы прошлого века часто говорили о так называемых ядерных чемоданчиках, сверхминиатюрных ядерных зарядах, которые можно было якобы переносить в рюкзаке. Об этом оружии намекал покойный генерал Александр Лебедь. Речь шла о его возможном расползании по всему миру, в том числе в руки террористов. Мол, в той Ельцинской России такие рюкзаки чуть ли не валялись под каждым забором, но ни одного найдено так и не было. А вот в США такой мини-рюкзак с мини-ядерным зарядом известен в версии для переноски в рюкзаки. Называется МК-54 САДМ. Упаковка с голой боеголовкой представляла собой цилиндр весом 23 килограмма. Мощность заряда от 10 тонн до 1 килотонны в тротиловом эквиваленте. В США в начале нулевых запретили делать такие страшные грюкзачки, но с 2004 года вновь разрешили. И где они хранятся? В какой стране? На каком континенте? И почему на Западе только и разговоров о применении тактического ядерного оружия? Тем более, что опыт его применения есть только в одной стране. Психологический барьер для его применения давно пройден. И все же главную опасность на мой взгляд представляют собой так называемые ядерные фугасы. В Советском Союзе США предполагалось закладывать их на оставленных территориях в случае отступления, куда точно придет неприятель. Вопрос очевиден. Кто будет отступать и закладывать такие ядерные фугасы? Отвлекусь на 10 секунд. Вы хотите знать о работе спецслужб и тех, кто планировал заложить 25 тонн пластида внутри статуи Христофора Колумба? Того самого монумента, который сделал Дзураб Церетели и который должны были установить в Нью-Йоркском Манхэттене неподалеку от статуи Свободы? И о том, кто из президентов США был спусковым крючком, чтобы взорвать монумент в час Х. Для этого прямо сейчас, вернее, после просмотра этого важнейшего ролика о тактическом ядерном оружии, перейдите по ссылке в описании на видеосериал «Пробуждение Троянского Мустана», снятого по одноименному бестселлеру. Критически важно смотреть сериал с первой серии первого сезона. Всего их отснято шесть. Готовятся еще три. А сейчас несколько слов о реальном тактическом оружии, о порогах мощности и о возможной территории поражения. Средний, даже совсем маленький современный тактический ядерный заряд может иметь примерно 10 килотонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная американцами в 1945 году на японскую Киросиму была 13 килотонн. То есть, по современным меркам, была как раз тактическим ядерным оружием. А что натворило? Еще вопрос куда более важный. Весь западный мир с гибельным восторгом обсуждает возможность применения России тактического ядерного оружия. Такие разговоры только нарастают. Но если о наличии у нас такого ядерного оружия неизвестно почти ничего, то про американские тактические ядерные заряды известно все. Что они из себя представляют и где находятся, плюс из чего их можно запускать. на этом месте мы упираемся в вопрос не только о том у кого нервы крепче. Главное кто теряет больше в случае поражения. Про нас все ясно. Оно то есть поражение даже не рассматривается. Ясно что оно приведет к необратимым и трагическим последствиям для всего государства. 99 процентов наших граждан это прекрасно понимают. надо полагать что за последнюю неделю в частности после объявления частичной воинской мобилизации на западе тоже начали это понимать и стали оценивать последствия своего поражения в войне с Россией. Кроме холодных зим и потери большинства ресурсов которые находятся в России это элементарный и понятный всем человеческий страх. В России на него обращают внимание меньше так сложилось исторически у нас от будущего никогда не ждали пряников. А вот немцы французы британцы американцы привыкли к хорошей жизни. Ее продолжение напрямую зависит от того как и в каком количестве руководители стран НАТО и в первую очередь США продолжат участвовать в конфликте между двумя бывшими республиками Советского Союза. И хватит ли у них решимости применить тактическое ядерное оружие о чем они и знамекались всю последнюю неделю. И на этом до свидания и до новых встреч у меня за углом. Продолжение следует...